Почему скелетные мышцы имеют поперечную исчерченность? Откуда она берется? Что это за то, кстати? А заодно, как они себя будут вести при работе мышц? Если взять электронный микроскоп и посмотреть на кусочек мышечной клетки, то увидим вот такой корон. Вот она мышечная клетка, мы говорили, длинная-длинная гигантская сосиска. Вот так вот идут волосы поперечные. А мы давайте возьмем и попробуем исследовать под электронкой вот этот сок. Что окажется? Окажется, что на этом куске чередуется пакет актина. Вот он актин. Это актиновые клавиаты. Вот такие. И пачки миозина. Вот они, миозиновые клавиаты. А дальше, миозиновые клавиаты, что пойдет? А дальше пойдет опять актиновая клавиаты. А дальше? Опять миозиновые клавиаты. То есть череда, как миозиновые клавиаты. Правда, да, да. Актиновая клавиаты, миозиновая клавиат. Актиновая, миозиновая клавиат. А с этой стороны, кто вытащит? Миозиновая клавиат. Помните, миозин – это клавиат, у которых есть такая выступающая петля. Нога. И при подаче энергии это нога меняет форму, подтягивая молекул по отношению к активам. Отлично. А теперь вот так вот проходят так называемые опорные мембраны. Именно от них и начинается филамент, который идет в эту сторону. Опорные мембраны вот так переросли, соединились с мембранами. Мы включили процесс сокращения. Миозин должен поехать по активам. Скажите, пожалуйста, какое положение дает вот это? Вот они, миозиновые ноги, вот так идущие, да? И они шагают по активам. Понятно, что... Сейчас, давайте у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть активных волокон. Они же не поехали. Ну и куда он приедет? А вот сюда он приедет. Дальше он может проехать? Нет. Вопрос, почему? Стека. А дальше не правильно. Дальше вопрос не будет. Вот этот актин что делает? Кто сюда приедет? Тульш поехал. А реализация еще более интересная. Смотрите, а вот этот конец миозиновых волокон сидит между этими активными волоконами. Так? А эти миозиновые филаменты пойдут или нет? Вы же туда дали мертвы? Подъедут. В результате что они сделают с этой активной почкой? Подъедут? Конечно. Они ее приедут. В результате вот у нас туда уехала следующая активная пасть. А реализация? Сбок куда? Если мы считаем, что эта мембрана не смещала, то это где окажется? Вот сюда съедет. Смотрите, как ее переместило. А дальше? Дело в том, что дальше вот эта актинговая пачка связана с вот этой миозиновой. Что сделала эта миозиновая? Она что же погибла? Какое положение на конец? А вот так. Въехала вот сюда. А дальше идет следующая актинговая пачка. Она что делает? Тоже сюда подъедет. В результате что будет с суммарной гримной пакетом? Меньше. Конечно. Вот это и есть сокращение мышц. Да? Работает нормальный оптический микроскоп. Вот у вас есть некоторый предмет, который вы собираетесь рассматривать. Он лежит на предметном столике микроскопа. Снизу источник света. Вот так. Свет проходит сквозь предмет. А затем в линзе микроскопа. Социнофтическая система. Которая будет увеличивать изображение. И после этого изображения попадает в ланголь. Опа. Класс. Студент Вась смотрит в микроскоп. Отлично. Какие места на препарате нам будут казаться темными. Те, которые хуже пропускают свет или те, которые лучше пропускают? Те, которые хуже пропускают свет. На самом деле, просто более плотные места. Нам будут казаться темными. А те, которые хорошо пропускают свет. Вот они много света от источника пропустили. Нам они кажут светлыми. Теперь внимание. Вот. Смотрим на миодиновую пачку. Давайте считать, сколько волокон белка. Вот в этом месте должен пройти свет, чтобы попасть в глаз. Раз. Два. Три. Четыре. Треть. Шесть. Семь. Здесь надо пройти через семь волокон. Вот в этом месте. Через сколько волокон? Через шесть. А вот в этом месте? Через семь. Шесть. А это сколько? Тринадцать. Как по-вашему, вот эти три точки будут выглядеть под микроскопом одинаково светлые или нет? Нет. Вот в этом месте что вы будете видеть? Стемная полоса. Стемная полоса. Стемная полоса. Вот это и есть. Вот это темная полоса. Это место пересечения активных пачек с миозином. А теперь давайте подумаем. При сокращении мышц. Как будет меняться размер видимых темных и светлых полос? Темлые, светлые будут, скажите, меньше, а сужаться. Сужаться? Сужаться. А темные? Конечно. Да смотрите. Пока мышца не сокращалась, вот она, ширина темных полосов. А когда мышца сократилась, вот ширина темных полосов. Идея понятна? Хорошо. Кстати, исходя из этого примера. Переходя в рабочее состояние. Насколько каждая мышца может уменьшить свою длину? Может ли она сократиться, допустим, в десять раз? Ну, наверное, только примерно два раза. Вот, вы знаете, на самом деле даже в два раза у меня не придется. Дело в том, что, чтобы сократиться в два раза, надо уже совсем эти бачки уберечь с пемпраны. Это понятно? Нет, это стопорая разная. А там есть стопор, не дающий дойти до конца. Поэтому считается, что мышца, переходя в рабочее состояние, может уменьшить свою длину в среднем на одну треть. Всего только на одну треть потянула. То есть, на самом деле, перемещение, ну вот расстояние, на которое смещается конец схожилия, очень нелепо. Именно поэтому и надо ставить в скелете вот эти удлинители, наши с вами длинные кости. Ну, потому что, на самом деле, амплитуда движения самой мышцы нелепо. Но, если мы поставили сюда легчар, то я могу вон как рукой лохать. Ради Бога. Хотя мышцы смещаются, там, от силы на пару сантиметров. Но зато при этом происходит огромная потеря силы. Здесь, да. Выдержанная амплитудия, но потеря силы. А как будет устроена мышца, вот у нас рука вот так еще вот тут же сойдет? О-о-о, классный вопрос. Вот. Так вот, кроме мышц сгибателей и разгибателей, с ним рука все понятно. Мы на примере локтего устава разобрались. Вот она работа сгибателя, вот она работа разгибателя. Когда я поджимаюсь вот так, это у меня осуществлено, какие мышцы работают. Разгибатели или разгибатели? Разгибатели. Разгибатели, конечно. Мне надо совершить работу, разгибая руку.